В эфире программа поэзии судьбы, и я ее автор и ведущий Евгений Понасенков. Здравствуйте! Дорогие друзья, я сегодня очень рад представить вам такую изумительную певицу-артистку, как Тамара Мянсарова. Вот сегодня мы будем слушать и обсуждать этот удивительный дар. И действительно редкие случаи, когда такая приятная странность есть, знаменитая советская дива эстрады, но в ней так мало было вот того, что мы называем сегодня советским, и так много было от эстетики вне времени, от красоты, потому что действительно ее можно сравнивать с лучшими образцами эстрадных артисток Запада, это может быть Долида, Милева, Мина. Действительно, в ней вот что-то такое было не здешнее. Собственно, есть, потому что она в замечательной форме и сегодня. Но прежде чем я начну рассказ свой с фактами биографии, вы знаете, все это обязательно нужно в таких передачах, с конкретикой, все-таки я хочу, чтобы вы послушали одну из записей, где совсем еще молоденькая Тамара Мянсарова исполняет песню, которую во Франции прославил Энрике Массиас, и вот для нее специально ее перевели на русский, и сейчас вы услышите эту знаменитую песенку, в свое время очень знаменитую «Я не красавица», но многим нравится. ПЕСНЯ 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 Милее шутки и смех друзей Я не красавица, но многим нравится Что всех беспечнее и веселее И парня скоро я найду веселого А ты женись на бабушке моей И парня скоро я найду веселого А ты женись на бабушке моей А ты женись на бабушке моей А ты женись на бабушке моей Видите, какая была очаровательная девчушка С такой чертовщинкой, с таким обаянием С такой какой-то очень привлекающей Внимание мужчин такой сексинкой Но, тем не менее, профессия обязывает К фактам биографии Тамара Мянсарова родилась 5 марта 1931 года В Кировограде И надо сказать, что ее семья Весьма и весьма артистична и музыкальна Потому что отец вначале работал В Одесском театре В музыкальном театре драмы и комедии А мама так вообще была в Минске В Минском оперном театре певицей Поэтому уж, в общем, сам Бог велел Дочке пойти во что-то такое артистическое И любопытно, мы сейчас это знаем Уже в 4 года во Дворце культуры Кировограда Маленькая Тамарочка Она показала замечательные пения И художественное чтение Знаете, как раньше на табуретке Вообще, это была отдельная такая песня Дома культуры вообще, да Понимаете, их строили новыми Или превращали особняки Дворян-аристократов От которых оттуда выгнали в 17-19 годах Но, тем не менее, действительно Это было очень интересно Там были ужасающие совершенно Идеологические концерты Там были кошмарные детские елки Однотипные И праздники однотипные детские Которые сняты в фильме про пионер Лагерь В фильме «Добро пожаловать» Или «Посторонний вход воспрещен» Но, действительно, там были прекрасные кружки И молодые музыканты Струнники выступали в домах И дворцах культуры И Рихтер выступал И совсем, так сказать, маленькие Все великие выступали И вот Мянсарова Но мы понимаем, что 31-й год рождения И впереди 41-й год Конечно, происходит вот такая Глобальная трагедия, как война Попытка бегства от наступающих немцев Неудачная, попадает в окружение Вот молодая юная девочка Тамара с семьей И начинается жизнь в оккупированном городе Ну, среди известных советских артисток Можем вспомнить, например, Гурченко Которая в своем городе тоже попала в оккупацию Жила как бы среди вот этих немецких солдат И поэтому язык немножко выучила И потом очень было просто так напевать песенку из кинофильма «Девушка моей мечты» Мария Кирио Кендернах, вы знаете Ну, вот, тем не менее Ну, да, надо вспомнить еще во Львове Романа Виктюка Были разные люди, кто попали вот как бы в этот период В оккупацию И, видите, никакой трагедии для них не случилось Ну, может быть, никак не повлияло Может быть, только на Ромочку Но это отдельная история Так вот, закончила десятилетку музыкальной школы Тем не менее, Мьянсарова В 1951 году она приезжает поступать в Москву В консерваторию Потому что, конечно, все одаренные люди Музыкально одаренные люди СССР Все стремились в московскую консерваторию И в ленинградскую Но прежде всего, конечно, в московскую И она поступает не на вокальное отделение А на фортепианное Причем не к кому-нибудь, а к самому Льву Аборину Такому блистательному педагогу-исполнителю Но более прославленному, конечно, как педагогу И автору замечательных таких пособий Что же сказать? Она была великолепно одаренной студенткой Потому что она не просто исполняла Здорово Листа и Шопена Нет, она была еще дивным концертмейстером Это редчайший дар Потому что я знаю пианистов, которые сольно Замечательно играют Но это так сложно слышать певца И так сложно помогать ему, совпадать с ним Ловить иногда, тоже ведь это нужно Так вот, у Мьянсарвы был и этот тоже талант Но со второго курса консерватории Обладательница замечательного по своему тембру Такому прозрачному, очень мягкому сопрано Такому лирическому, я бы сказал Лирическому сопрано Вот эта обладательница, она пошла параллельно Такой вольнослушательницей На вокальное отделение К педагогу блестящему Педагогу, надо сказать Доре Борисовне Белявской И, ну, одна из великих ее учениц Это не кто-нибудь, а Татьяна Шмыга Сама Татьяна Шмыга И вот я помню, Танечка Она рассказывала замечательные истории О том, действительно, как делала этот профессор Это профессор из голоса Тот инструмент, который служит верно и долго Действительно, и Мьянсарва звучит замечательно до сих пор И Татьяна Ивановна, я помню, праздновала юбилей На сцене театра Аперетты И в 80 лет она пела Сильву Со всеми верхами три раза бессировала Понимаете, дуэт из Сильвы с Эдвином Это сложнейший дуэт То же самое Мьянсарва Вот все-таки, что такое школа? Реча в случае, чтобы в Московской консерватории Где потрясающие всегда были педагоги по струнным Фортепиано, скрипка, виолончель Дирижеры Всегда блистательные, кстати, как и в Ленинграде, в Петербурге Но страшной была трагедия с педагогами вокальными Потому что действительно вокал – это такая вещь, которой необходима итальянская школа Единственная правильная школа пения И она была утеряна вот в этих перетурбациях 20-х годов Когда люди уезжали, упевали и выгоняли и так далее И мы расстались с традицией Запада, с традицией вокала И пели все открыто, неприятно Очень быстро голоса портились И вот удивительно, что замечательная Дора Борисовна Белявская Она учила так правильно, что люди и пели хорошо, и пели долго Потому что действительно, вот я вам сказал, это трагедия Сейчас, я не знаю, в консерватории, там, по-моему, кроме Зураба Саткилава Остальные не очень хорошо понимают, что они делают с голосами Знаете, у всех они баритоны, приходят к Саткилаве, оказывается, что он тенор Или она сопрано, анимец, потому что в резонатор входит человек И все, и голос летит Так вот, со второго курса пианистка Тамара Мянсарова Она стала заниматься на вокальном отделении И надо сказать, что ей это очень нравилось Потому что все-таки пение для молодой девушки Это такое что-то не просто модное, а что-то очень легкое, романтическое Ей это нравилось После окончания консерватории она временно распределяется На работу в ГИТИС в качестве концертмейстера И это очень здорово у нее это получалось Но, конечно, при ее таланте, при ее внешности, фигуре, всем Ну, концертмейстер хорошо, но можно было что-то большее И она решает петь, выступать Сначала это всесоюзный конкурс молодых исполнителей эстрады Она изумительно себя там показывает Она исполняет Вальш Трауса Сама себе аккомпанируя И вот, конечно, эти два таланта, певческие, да еще Кто мог, Магомаев, мог Доминго, может Речайший случай Потому что это дыхание, это сложно держать дыхание И себя аккомпанировать В общем, она блистательно показалась на этом конкурсе И ее, в общем, заметили Она начинает выступать с гастролями Прежде всего, вместе с оркестром «Рлации Олаха» Такой был замечательный коллектив И вскоре она поступает даже в московский мюзик-холл Было и такое заведение Очень жаль, что сейчас нет Потому что мюзик-холл – это своеобразный Очень, не то что театр, это жанр Жанр блистательный, жанр определенный Это не мюзикл, где на этом мюзикле сначала люди Что-то трагическое пытаются играть Две минуты, потом вдруг что-то легкое поют А вот в мюзик-холле Это действительно музыкальный жанр чистый Без натяжек этих глупых Так вот, был спектакль Когда зажигаются звезды Там уже был Марк Бернес Участвовал и Вильядов И все-все И вот начинающая, совсем юная Мянсарова тоже принимала участие С колоссальным, надо сказать, успехом Но все-таки вот такое признание И так, чтобы обложки журналов, газет А как же все это, тоже приятно Все это нужно артисту Вот это было чуть позже В 1962 году Такой замечательный международный музыкальный Молодежный конкурс Фестиваль в Хельсинки И она одна из фаворитов При том, что и Стрельникова, и Магомаев участвовали И, в общем-то, она, по-моему, даже заменяла какую-то артистку Даже не должна была участвовать Но она выступила Это был успех Но вот 1963 год Фестиваль в Сопоте Мянсарова исполнила Солнечный круг Небо вокруг И после этого, конечно, она не то, что проснулась знаменитой А после этого она вошла в энциклопедии Потому что вот эта песня, которую, в общем-то, так Руководство не считало серьезной Что она, это рисунок мальчишки Такой текст Нарисовал он на песке И подписал в уголке Но это не текст, там труда нет Понимаете? Труда, шахтеров, побед, перспектив Нету Вот Но она как-то выбралась Спела это Чем она спела изумительно Она же музыкант Она же не просто так и вокалист Потому что вокалист это обычно Так сказать, тук-тук, войдите Она же еще и музыкант И прекрасно понимает, что делает Поэтому она что сделала? Сначала взяла манеру Немножко маршевую, помпезную, серьезную А потом вдруг пришла на такой дискантик детский Вот как пионеры отвечали, да? И детским голосом стала Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я И вот это такое обаяние Не могло не покорить людей И действительно вот эта песня Ей сделала Ну и не то что карьеру Ей сделала любовь Со стороны аудитории Но Это Такая песня все-таки Правильная Очень светлая Правильная, да? А Мьянсарова Например, мне Лично мне Ну, потому что не только Очень интересно другим Вот тем, что Не могли себе позволить Не умели Не было, может быть В натуре Других Исполнителей В Союзе Советских Социалистических Сейчас вы послушаете Одну песню А потом я вам объясню Что я имел в виду Итак, песня называется «Золотой ключик» Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Конечно, несердечно ты меня прости, Но надежду не теряй, не теряй. Словно невзначай ты меня встречай, И люби еще сильней. Ключик непростой, ключик золотой, Подобрать-ка мне сумей. Удивляйся, обижайся вслед, Гляди грустя, уж такая я, как есть. Я гордячка, но пока что я не влюблена, И хочу, чтоб ты был здесь. Словно невзначай ты меня встречай, И люби еще сильней. Ключик непростой, ключик золотой, Подобрать-ка мне сумей. Словно невзначай ты меня встречай, И люби еще сильней. Ключик непростой, ключик золотой, Вот теперь я попытаюсь вам объяснить, хотя сложно. Очень сложно объяснять то, что так очень чувствуешь глубоко, и не всегда интеллектуально это можно передать, но тем не менее. Вот вы понимаете, вот СССР, практически невозможно на сцене двигаться, но позволяли что? Позволяли Магомаеву максимум вот так сделать все. Ну и Гагарин тоже, ну как памятнику, конечно. И тут, видите ли, она покачивается так, элегантно покачивает телом. Улыбаться, может было улыбаться, как улыбаться надо было светлому будущему, потому что скоро придет он, коммунизм. А вот улыбаться так, с сексинкой, с намеком, ну куда же это, разве это, можно такие вещи делать? Нельзя. Дальше. Веер. Ну понятно, что если веер вынуждена держать артистского перейти или в опере, потому что там такая эпоха, она обязана по социореализму держать веер в соответственной эпохе. А тут она и не карменной, и не в большом театре, а держит веер, и из-за него что-то показывает там мужчинам. Какая-то странная вещь. Ключик золотой. Ну ясно, ключик он у Буратины, он ему положен. По штемпелю, по сказке, что Буратины с золотым ключиком. Тортила, черепаха, все. А здесь золотой ключик. Вот она поет, девушка поет, женщина молодая, подбери ко мне золотой ключик. Масса ассоциаций. Может быть, в больном сознании, конечно, моем, но тем не менее. Для Советского Союза, когда ничего было нельзя, и наоборот, можно было копать, придумывать ассоциации, потому что, когда ничего нельзя, тогда фантазия работает в триллиард раз сильнее. Сейчас все можно. В интернете смотри все, что ты хочешь. И уже фантазия атрофируется. Раньше было как интереснее в этом плане. Ну и вот, и мне кажется, что в Мянсаровой вообще вот это сочетание, вы тоже сейчас, мы будем слушать номера в ее исполнении, и вы это услышите. А вот в Мянсаровой такое какое-то есть, как вам объяснить, одновременно и детское начало, прежде всего в голосе, в тембре, потому что человек через, певец через голос, он всю свою натуру выдает. Вот, ну я действительно могу это сказать точно, поставьте мне голос певца, я вам расскажу об этом человеке, что это за субъект. Так вот, в Мянсаровой это и детскость, одновременно с такой перчинкой, очень женской, очень какой-то сексапильной, замечательной. Вот это сочетание, оно фантастическое. И для артистки это есть манкость, потому что Станиславский называл манкостью, да, манят зрителя. И при этом, видите ли, как все без излишеств, и то, что я сказал, вот эти покачивания, и эти все элегантные вещи, так вот та золотая середина, потому что сейчас, когда прыгают в разные стороны, тоже вроде как, и плохо, когда стоят, значит, там вот так вот поют, не скажу, кто и плохо, когда прыгают, и чего они прыгают, непонятно, что они хотят. И про что они, значит, поют, знаете, про любовь сейчас. Метр туда прыгнул, метр сюда. И два слова «люблю тебя», и какое-нибудь третье дурное. Непонятно, что человек хочет. Но тем не менее. Вот мянсарва, она была в какой-то золотой середине. Потому что это было и интригующе, и очень женственно, и с перчинкой, и с намеком, и в то же время со вкусом, и в то же время не нарушая форму, потому что в искусстве форма – это и есть содержание. Но, тем не менее, я хочу, чтобы сразу без сильных моих вот этих словесных монологов больших вы послушали еще одну песню. Вот такая песня, которую в свое время, когда люди ходили по улицам, невозможно было вообще пройти мимо дома какому-нибудь, не услышав из одного, из многих окон этот мотив. Все вы ее знаете, я ее даже называть сейчас не буду. Вот, только скажу, что записи – это сделано недавнее. Юбилейный концерт, 75 лет. То есть вы должны понимать, в какой дивной форме вы услышите эту песню. Все-таки скажу – «Черный кот». Больше не буду говорить – слушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я был чёрный кот за углом, И когда ненавидел весь дом, Только песня совсем не о том, Как нелады ли люди готовы. Говорят, не повезешь, Если чёрный кот дорогу перейдёт, А пока наоборот, Только чёрному как-то и ведёт. Целый день во дворе суета, Прогоняю в дороге кота, Только песня совсем не о том, Как нелады ли люди готовы. Говорят, не повезёшь, Если чёрный кот дорогу перейдёт, А пока наоборот, Только чёрному коту и не ведёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже с кошкой своей за верстом Приходилось кричаться коту, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Говорят, не поведет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не ведет, не ведет, не ведет. Ну, что вы все видите, вот такой заряд эмоций, молодости, он не покидает больших артистов. И действительно, это один из критериев, ведь, в общем-то, художник, он всегда должен оставаться ребенком. Это не банальность, это сущая правда. Если творческий человек взрослеет, это можно выбрасывать на свалку. Потому что детство – это когда много чего непонятно, все интересно, все легко, и как-то, знаете, такое ощущение вот небольшого хулиганства. Ты можешь быть талантливым, потому что, в общем, талант – это с детства, да, всегда. Вот, это не то, что очень тяжело в институте вытаскивается, это с детства. Так вот, талант без хулиганства, артист без хулиганства – это неинтересно. И какая замечательная, долгая хулиганка Мянсарова, как вы видите, вот с этого юбилейного концерта запись. И сама поет в этом возрасте, это вот то, что я сказал, школа Дора Борисовны Белявской. Но, вы понимаете, что певцы делятся на несколько категорий, в том числе и вот по такому принципу. Есть эстрадники, которые обладают минимальным голосом, но они как-то берут там артистизмом, душой, какой-то, знаете, вот нюансировкой. Ну, допустим, такой был Марк Бернес. Выдающийся певец, но без сильных вокальных данных и даже с так называемым скрытым слухом. А вот Мянсарова, при том, что она, видите, как и артистично оснащена, замечательно, артистически, но она относится к тем, у кого вокал, как волна, как девятый вал, все может себе позволить. И ее часто сравнивали, может быть, отчасти правильно, с коллегой из той же страны соцлагеря, с Лилией Ивановой. Причем, вот я знаю, многие неправильно произносят Лилией Ивановой. Нет, именно Лилией Ивановой правильно нужно произносить. Такая дивная певица была и есть с изумительным открытием, с подачей, с огромным голосом, с таким приятным металлическим звуком настоящим. Не что-то там. Как, знаете, сейчас выходит после этих фабрики звезд там со свистком. Дай бог, со свистком, а то вообще без всего выпускают на людей выступать. А вот были такие артистки, как Иванова и как Мянсарова, с голосом. Представляете, такая странная для нынешней эстрады вещь. И действительно их сравнивали, и репертуар у них был в чем-то такой похожий. Даже вот в перевод песни «Море молодости» пела Мянсарова, вы сейчас ее услышите. Но прежде я скажу о том, что действительно они были похожи в том, что пели не просто про любовь. Все поют про любовь. Одни просто про любовь, другие про любовь к партии, третьи еще про что-нибудь. Но вот в любви есть такая разновидность, оттенок, страсть. И вот про нее петь сложно и не всякому дано. Но это может делать Эдит Пиаф, это может делать Пласио Доминго, гениально, который поет так танго, ревность и вообще все, что он поет, что можно с ума сойти и забыться. Далида, так пела Далида, так поет Мильва. Немногим это дано. Потому что надо иметь голос, надо иметь душу, надо иметь колоссальную внутреннюю энергию. И вот Мьянсарова это могла. И сейчас вы услышите песню, песня Лилии Ивановой в переводе, ее сейчас исполнит Мьянсарова, которая называется «Море молодости». Вот эти два слова «море» и «молодость», как две стихи, которые встречаются в одной песне, они, мне кажется, очень точно означают суть этой артистки. Так сейчас вы услышите «Море молодости». И здесь, у моря, снова мы. И в море словно сказка. И здесь, у моря, снова мы. А золотой песок, как розовое пламя, И небо с морем навсегда слились. Но ты молчишь, и краски вдруг померкли. Морской прибой, как будто злее стал, И мрак вечерний вновь за стоном чай, Окутал наш морской причаль. О море я прошу тебя, О грозные и ласковые море, Верни нам солнце и любовь, Верни, верни нам наше счастье. П透ку и вновь за кто-то души долгих Верни нам солнце и любовь. Будем смыозников, Верни нам солнце Поцелуй, пусть мне согреет сердце, И о любви я вновь услышу от тебя. Не уходи, любовь моя, как море, Ты не оставишь море и меня. О море, я прошу тебя, Огромное и ласковое море, Верни нам солнце и боль, Верни, верни нам наши песни, Верни нам солнце и любовь, Верни, верни нам наше счастье. Знаете, вот Тамара Мянсарова – это такой хороший пример того, редкий пример, как можно быть выдающейся советской певицей, потом прожить без СССР какое-то количество лет и не превратиться в посмешище. Это тоже надо быть большой артистской личностью. Я сейчас еще подумал о том, что вот эта песня Лилии Ивановой, и ведь было в 1966 году, когда такой фестиваль устроили как бы между странами Варшавского договора, вот нужно было в каждой стране спеть на языке этой страны, и команда международная ездила, там участвовала, кстати, и Кобзона, и Лилия Иванова, и Мянсарова, и она взяла четыре приза и победила этих двух знаменитых артистов, так что вот они сталкивались. Но, знаете, я не очень хочу рассказывать какие-то подробности биографии, такие негативно-советские, понимаете, вот там, когда в начале 70-х прошел какой-то слух, что она уехала в Израиль, и, конечно, наши все мерзавцы стали запрещать записи, концерты, на радио все размагнить или что могли, вот, и она как-то работала где-то на юге, пыталась там очень много, в Донецке и так далее, и так далее. Потом как-то, слава богу, все это утихло, но тем не менее, вот мы не должны забывать, что наша страна, она очень любит душить талантливых людей, ну, это любит. Вот, когда я вспоминаю количество поэтов, замученных, высланных, сосланных, расстрелянных, там, запаянных в лагеря, чего только не было, певцам, которым не давали это, это ужасно все. И, вы знаете, вот, о чем мне сейчас хочется сказать, что такое артист, вот, посмотрите, как, с какой душой выходит на сцену Мянсарова. Это так непросто, потому что всегда у человека есть какие-то свои настроения, состояние сиюминутное и все прочее. И вот надо, вы не положите, а времени выйти, давать настроение массам, чтобы народ радовался, что все было в порядке. Вот, и то же самое телеведущие, потому что, представляете, вот сейчас я пришел, откуда, вы знаете, может быть, мне вообще не хочется не видеть, не слышать никого и ничего не делать, а нужно улыбаться, нужно быть комильфо, нужно все это, значит, на технике делать, и так далее, и так далее. Это страшнейшая профессия, и вот долго в ней прожить, удержаться, и долго заставлять зал радоваться, это не всякому дано. Но вот сегодня Мянсарова радует, и действительно, я даже чувствую, вот я пришел с таким плохим настроением, потому что вернулся только что из прекрасной Венеции, две минуты там постоялась с нашими людьми в аэропорту, на контроле уже никакой Венеции не помнишь, сразу все хорошо, приехала здесь, там нахамили, здесь, значит, грязно все, и думаешь, ну что за настроение, приходишь и слушаешь Мянсарову, это спасение, потому что она дает вот фибровибрации своей души. Сейчас сразу прерываем мой монолог, я вам хочу еще поставить такое попури по песням Мянсаровой в ее исполнении, и в кадре вот этого концерта вы увидите, за столиком сидит упомянутая мной моя очень нежно любимая Танечка Шмыга. И так Мянсаров исполняет попури из своих песен. Бабушка, отложи ты рисание, свобеди старый свой граммофон, и мое ты исполни желание, научи танцевать чарство. Ну, давай, жену, со мной не надо долго биться, я сама сумею, ты только поправляй. Вот видишь, буду я прилежной ученицей, ты давай, бабушка, давай, 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 никогда не ссориться, никогда, никогда. Пускай сердце сердцу окроется навсегда, навсегда. Пусть счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз поминемся навсегда, навсегда. Топ, топ, топает малыш, с мамой по дорожке милый стриж. Маленькие ножки не спеша, только знай себе твердя. Топ, топ, очень нежки, в неизвестность первые шаги. Ах, заду дорожка, так и милая, прямо к небу тянется она. Топ, 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 очень нежки. Топ, 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 первые шаги. Топ, 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 па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok